Прежде всего, выражая слова благодарности за возможность поработать сегодня всем в Таджикистане, хотел бы отметить, что Таджикистан – это наш стратегический партнёр, союзник. Мы видим, что и здесь, в Таджикистане, вы сталкиваетесь с проблемами и хотел бы с вылазками определёнными, с попытками раскачать ситуацию. Хотел бы сразу сказать, что мы адекватно оцениваем эти угрозы и всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, хотя видим, что правоохранительные органы и вооружённые силы республики успешно справляются с возникающими проблемами. Только что в узком составе мы предметно обсудили обстановку в зоне ответственности ОДКБ, а также насущные региональные и международные проблемы. Наметили шаги по дальнейшему укреплению нашей организации. Было констатировано нарастание угроз, с которыми сталкиваются государства-члены ОДКБ на различных направлениях. Нас беспокоит положение дел в Афганистане. Международные силы содействия безопасности достаточно долго находились в данной стране, выполнили определённую и, в том числе, позитивную работу. Однако в итоге всё же это не принесло качественного, кардинального, окончательного улучшения обстановки. С выводом основной части иностранных военных контингентов ситуация, к сожалению, в стране деградирует. Возросла реальная опасность проникновения на территорию сопредельных с Афганистаном государств террористических и экстремистских группировок. Причём эта угроза усугубляется тем, что помимо известных организаций на афганскую территорию распространило своё влияние и так называемое «Исламское государство». Рассмах деятельности этой организации вышел далеко за пределы Ирака, Сирии. Террористы устраивают массовые казни, ввергают в хаос и нищету целые народы, уничтожают памятники культуры, религиозные святыни. Не менее удручающими выглядят и итоги борьбы Международных сил содействия безопасности с производством наркотических средств. Мы знаем, как нарастает эта угроза из-за дня в год, и меньше там эта угроза, к сожалению, не становится. Но я упомянул о ситуации в Сирии, в Ираке. Это так же, как и ситуация в Афганистане, всех нас беспокоит. Позвольте два слова отдельно сказать по этому региону, о ситуации вокруг Сирии. Положение дел здесь очень серьёзное. Так называемое исламское государство контролирует значительные территории и Ирака, и Сирии. Террористы говорят о том, что уже публично говорят о том, что замахиваются на Мекку, на Медину, Иерусалим. В их планах распространение активности на Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную Азию. Тем более, что в рядах нас беспокоит это. Тем более, что в рядах ИГИЛ проходит идеологическую обработку и военную подготовку боевики из многих стран мира, включая, к сожалению, и европейские страны, и Российскую Федерацию, и многие страны бывшей Республики Советского Союза. И, конечно, нас беспокоит их возможный возврат на наши территории. Элементарный здравый смысл, ответственность за глобальную и региональную безопасность требует объединения усилий мирового сообщества против этой угрозы. Нужно отложить в сторону геополитические амбиции, отказаться от так называемых двойных стандартов, от политики прямого или косвенного использования отдельных террористических группировок для достижения собственных конъюнктурных целей, в том числе смены неугодных кому бы то ни было правительств и режимов. Россия, как вы знаете, предложила безотлагательно взяться за оформление широкой коалиции, по противодействию экстремистам. Она должна объединить всех, всех, кто готов внести и уже вносит реальный вклад в борьбу с террором, так, как это делают сегодня вооружённые силы и Ирака, и самой Сирии. Мы поддерживаем правительство Сирии, хотел бы это сказать, в противостоянии террористической агрессии, оказываем и будем оказывать ему необходимую военно-техническую помощь. И призываем присоединиться к нам в другие страны. Очевидно, без активного участия сирийских властей и военных, без участия сирийской армии на территории, как говорят военные, в борьбе с исламским государством террористов из этой страны, да и из региона в целом, не изгнать, не защитить от уничтожения, порабощения и варварства многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ. Конечно, необходимо думать и о политических преобразованиях в этой стране. И мы знаем о готовности президента Ассада привлечь к этим процессам, привлечь к управлению государством и здоровую часть оппозиции, здоровые силы оппозиции. Но на передний план сегодня, безусловно, выходит необходимость объединения усилий в борьбе с террором. Без этого невозможно решить и другие насущные и нарастающие проблемы, в том числе и проблему беженцев, которую мы сейчас видим. Кстати, мы видим и другое. Мы видим предпринимаемые сегодня попытки чуть ли не возложить вину на Россию за эту проблему, за её возникновение. Якобы проблема беженцев возникла из-за того, что Россия поддерживает законные власти в Сирии. Во-первых, хотел бы это отметить. Люди из Сирии бегут прежде всего от боевых действий, которые навязаны в значительной степени извне, путём поставок вооружений и другой специальной техники. Люди бегут оттуда от зверств террористов. Мы знаем, как они там зверствуют, как они умерщепляют людей, как уничтожают памятники культуры, о которых я уже говорил и так далее. Бегут от радикалов прежде всего. И если бы Россия не поддерживала Сирию, то ситуация в этой стране была бы ещё хуже, чем в Ливии. И поток беженцев был бы ещё больше. Во-вторых, поддержка законного правительства Сирии вообще никак не связана с потоком беженцев из таких стран, как Ливия, о которой я уже упоминал, Ирак, Йемен, Афганистан и ряда других стран. Мы недостабилизировали ситуацию в этих странах, в целых регионах мира. Не мы разрушаем и разрушали там государственные институты власти, создавая вакуумы власти, которые немедленно заполняются террористами. Поэтому никому не удастся переложить, как у нас говорят, эту проблему с больной головы на здоровую. Но сейчас, как я уже говорил, нам нужно думать о другом. Сейчас нужно объединять усилия и сирийского правительства, и курдского ополчения, и так называемые умеренные оппозиции, других стран и стран регионов в борьбе с угрозой самой государственности Сирии и в борьбе с терроризмом, с тем, чтобы вместе, объединяя усилия, эту проблему решить. Но я уже говорил о других вопросах, которые нас беспокоят, и которые мы сегодня обсуждали. В этой связи хотел бы отметить, что мы планируем и дальше укреплять взаимодействие наших вооружённых формирований. Планируется целый ряд мероприятий по этому направлению. Хотел бы подчеркнуть также, что наше сотрудничество в рамках ОДКБ, безусловно, не направлено против кого бы то ни было. Мы открыты к конструктивному взаимодействию. Именно такой подход закреплён в итоговом заявлении, которое будет сегодня подписано. Я убеждён, что необходимо возобновить и предметное обсуждение темы создания в Евро-Антлантике системы равной и неделимой безопасности. Нужно провести полную инвентаризацию накопившихся проблем и разногласий. На основе такого анализа можно будет выйти на обсуждение принципов устойчивого политического развития. В ОБСЕ и других международных организациях согласовать юридически обязывающие гарантии неделимости безопасности для всех стран. Добиться соблюдения базовых принципов международного права, а это уважение суверенитета государств, невмешательства их внутренние дела, закрепить нормы о недопустимости потворствованию антигосударственных антиконституционных переворотов и поощрения радикальных и экстремистских сил. Я хотел бы поблагодарить Иммалия Шариповича за работу в качестве председателя ОДКБ и также, как и другие коллеги, пожелать успехов нашим армянским партнёрам и друзьям в ходе председательства организации. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...